Привет, Владимир! Расскажи, пожалуйста, что произошло на минувшей неделе, что происходит с российской экономикой и что с ней будет происходить дальше? Поведай мне и нашим зрителям. Всем привет! Ну у нас такое, я не сказал бы, что прям затишье, но перед бурей, потому что основная, конечно, самая интересная будет следующая неделя, 25 октября, вот то самое заседание Совета Центробанка по ключевой ставке, все ждут ее поднятия. Мы сейчас там вернемся ко всяким текущим показателям инфляции и прочим. Там вот рынок говорит уже о том, что ставка может быть и 25 процентов, то есть большинство склоняется к тому, что недостаточно продолжать вот в этом ритме типа по одному шагу, по одному процентику ставку повышать, надо сделать что-то более радикальное. Но сейчас к этому вернемся. Я, знаешь, хотел начать с немножко более объемных таких глобальных сюжетов, потому что все, конечно, спрашивают типа, ладно, ваши сводки, это все хорошо, но сколько денег у Путина в итоге осталось в его финансовой кубышке? И вот я сделал такой график специальный, где сравнил вот дефицит бюджета, объявленный на этот год, 3,3 триллиона рублей, с тем, что остается в так называемой ликвидной части Фонда национального благосостояния, это около 5 триллионов, и видно, что вот до конца года дефицит, который они запланировали, это 60 процентов от оставшихся денег. То есть они в Новый год, вот если так как все пойдет по плану, и они потратят значительную часть, ликвидную часть ФНБ на закрытие дефицита в конце декабря, то они войдут в Новый год, ну, более или менее ни с чем. То есть с каким-то неснижаемым остатком, там отдельно, я думаю, стоит поговорить как-то в следующий раз, что вот эта так называемая ликвидная часть ФНБ, это тоже вилами на воде написано, потому что там примерно 40 процентов это золото, которое не так просто вот просто сразу взять и продать. Очень тяжелый золотой рынок, то есть он малоликвидный, он зависит от объемов, если выбросить сразу большие объемы, это может на цену негативно повлиять, да. Вот, ну, короче говоря, ладно, допустим, считаем, что это все живые деньги, вот, собственно, две трети того, что у них осталось, должно быть съедено дефицитом на конец этого года. Я напомню, мы вот говорили об этом в прошлый раз, но вот еще раз цитата из анализа института Веба, который прогнозирует и, на мой взгляд, абсолютно обоснованно, то есть это вот подтверждается всеми последними тремя годами, что они прямо говорят, что им не удастся удержать дефицит федерального бюджета в пределах одного триллиона рублей, он вылезет за три и в 25-м, и в 26-м. То есть, таким образом, получается, что дефицит уже на ближайшее время, он сильно больше, чем оставшиеся у них живые деньги. Так а что, а откуда брать тогда, откуда, что делается? Вот, и начинается, то есть здесь начинается поиск всяких палеотивных решений, занять на рынке, сейчас тоже к этому перейдем, занимать у них прямо плохо получается совсем, вот, прошло уже почти три недели октября, они заняли всего там типа 74 миллиарда рублей из двух с половиной триллионов, запланированных на четвертый квартал, ну, короче говоря, ты видишь, сейчас дойдем до доходности гособлигаций, они бьют опять там все рекорды, есть вариант занимать на рынке, есть вариант поднять налоги, но это все, как ты понимаешь, тоже такие решения, которые имеют обратную сторону, свою цену там и так далее. Поэтому вот просто вот ситуация, когда Путин мог залезть руками в счета Минфина в Центробанке и просто взять оттуда денег на войну, все это дело, вот оно заканчивается. То есть вот мы здесь говорили-говорили, и когда же все это наконец подойдет к концу, вот 1 января это такая точка невозврата, когда, в общем-то, этих денег, ну, практически уже не останется. И ты видел, мы с тобой обсуждали еще интервью Силуанова, где вот он говорил про внезапное увеличение. Да, вот смотри, там мне кажется, что журналисты это не очень правильно подали, то есть они это подали как бы кроме вот тех цифр, которые в федеральном бюджете уже озвучены, еще полтора триллиона дефицита. На мой взгляд, нет. То, как он сказал, это говорит о том, что это все вот уже учтено внутри тех цифр, которые официально озвучились. То есть вы чуть-чуть придали этому такую сенсацию, значит, у нас любят это дело. Вот, поэтому все те цифры дефицита пока остаются, 3,3 триллиона рублей на этот год. Но, короче говоря, смысл в том, что это почти столько же денег, сколько у них осталось вот в финансовой кубышке, так что вот это исчерпание, оно прям подходит. Здесь сейчас перейдем к теме госдолга и доходности. Пока не перешли, скажи, пожалуйста, как вы думаете, у них возникнут с этим проблемы или нет? То есть это как бы проблема бумажная или проблема, которая в реальности может возникнуть? И там, я не знаю, Путин такой, нужно, не знаю, еще денег, а ему скажут, денег нет, но вы держитесь. Нет, это абсолютно реальная проблема, потому что вот что они могли себе позволить в предыдущие годы, когда у них было довольно много живых денег в ФНБ? Они могли наращивать расходы все время. То есть, видишь, это же война и все остальное. Война, экономика, социалка, это же не статичная штука такая, да? То есть она со временем требует все больше. Вот ты видишь, что, ну, фактически, вот сколько, например, они начинали войну в 21-м году, у них было 3 триллиона утвержденный военный бюджет. Сейчас 13 с половиной. То есть он вырос за эти 3 года, там, неполные 3 года полномасштабной войны, военный бюджет вырос более чем в 4 раза, да? Вот, при том, что, если ты помнишь, они начинали с того, что шли по всем направлениям, там, на Киев, там, на юге, на востоке, да? А сейчас, вот то, что мы читаем сводки, значит, продвижение на Покрововском направлении, там, чего-то в Курской области, всего-то вроде как, да? Но при этом расходы выросли в 4 с лишним раза. Это говорит о том, что война вот такого масштаба, это не статичная история, она требует все новых и новых денег дальше. Об этом тебе говорит и Чемизов, об этом тебе говорят Шаманов со Степашином, что солдатам надо деньги на снабжение, там. Об этом тебе говорят ценники на подписание контракта с Минобороны. Поэтому смотри, то есть Путин может найти какие-то деньги, чтобы перекантоваться, вот что он точно не сможет, почему это не бумажные деньги, что он точно не сможет, когда исчерпается ликвидная часть Фонда национального благосостояния, это вот постоянно наращивать расходы. Вот мы видим по бюджету 25, я вот уже об этом подробно рассказывал, что серьезно увеличивать расходы у него больше нет возможностей, и поэтому они декларируют на следующий год самое медленное увеличение расходов с начала полномасштабного вторжения. Вот что. То есть все тормозится, физические деньги они найти как-то могут, чтобы более-менее свести концы с концами, но дальше наращивать ассигнования уже нет. И вот в этом смысле это деньги не бумажные, а вполне себе реальные. Вот еще какая интересная штука, значит я пропустил это дело просто совершенно, я хотя поклонник творчества центра ЦМАКП, это напомню зрителям, что это центр Белоусова, который был создан вот нынешним министром обороны Белоусовым, который немножко ушел в тень, сейчас его возглавляет брат Дмитрий Белоусов, и это считается главный правительственный макроэкономический центр, и собственно он периодически публикует такую вот аналитику, которая даже, я считаю, перепрыгивает Z-каналы по бордости. Да, да, вот это такой Игорь Стрелков от мира экономики, только с официальным, так сказать, статусом. Да, скоро посадят, наша рубрика скоро посадят. Так вот они в конце сентября, я реально, я не знаю где-то ездил или что, я пропустил это дело, они совершенно шикарный анализ опубликовали, что у нас на самом деле вот правительство декларирует довольно высокие темпы роста инвестиций, двузначные, типа 12% или типа того, да, но это не соответствует спросу на инвестиционные товары, то есть на оборудование, там станки и так далее, да, и темпом строительства производственных мощностей. То есть это значит, вот СМАК делает очень четкий вывод, что в основном все инвестиции, которые мы видим, они по большей части идут в военку. Это прямо у них в обзоре написано, что вот то, что мы здесь рассказывали зрителям не раз, что экономика у нас так разделена на две неравные части, все, что с войной не связано, там все кисло и плохо, да, а все вот эти огромные цифры темпов роста это только в войне. Вот это подтверждает теперь СМАК. Таким образом, вот там связывает с первым вопросом, это все очень зависит от наличия бюджетных денег, нету бюджетных инвестиций, нету инвестиций в военку, нету строительства новых мощностей. Но там не говоря уже о том, что там проблемы с оборудованием будут из-за вот этого подмораживания расчетов по импорту и прочее. Поэтому, видишь, вот мы все время возвращаемся к тому, что надо как бы день простоять и ночь продержаться, потому что вот это ресурсное исчерпание у Путина, прямо оно так сильно видно. Опять же, это же не то, что там мы выдумываем какие-то цифры, это официальные данные об исчерпании ФНБ, это официальные прогнозы СМАК по центру Белоусова. То есть вот мы даем здесь вам самое свежайшее все к столу, только что бегало. Вот, поэтому в целом я вот хотел начать с такой обзорной картинки, что вот это ресурсное исчерпание, прямо оно начинает уже кусаться по всем направлениям, поэтому, знаешь, я читаю вот какие-то пессимистичные такие все оценки, что все там типа Украина проиграла там и так далее. Ну, действительно, по многим направлениям ситуация тяжелая, но мне вот это очень странно все слышать, потому что в экономическом плане наступают прям плохие последствия, о которых вот все эти годы говорили, нас спрашивали... Я так понимаю, что люди хотят видеть их уже в действии, в том смысле, что, ну вот то, о чем мы с тобой говорим, да, это приближающаяся проблема, которая очевидна и которая видна, но люди, так скажем, я думаю, что поверят в них только, когда они начнут происходить непосредственно на Земле, потому что, ну, много было чего обещано, да, чего уж там греха таить. Много раз говорилось, что вот уже чуть-чуть, вот уже, вот и банковская система на ладан дышит, вот там, значит, и этого нет, и этого нет, и сахар пропадал с полок, да, а тут что-то и появлялось потом, и как-то выкарабкивались, поэтому я думаю, что для многих маркером будет, если вот прям реально в какой-то момент, там, я не знаю, бац, и что-то на что-то не хватает, там, не знаю, завод закрылся военный, еще чего-нибудь. Я в этом смысле людей понимаю, но, опять же, поскольку я смотрю все материалы, которые ты мне присылаешь, да, вот все, что говорит Владимир, это говорит, что называется не Владимир, это говорят буквально люди внутри российской системы, то есть, которые рискуют буквально сесть за то, что они говорят, да, и мы думаем, что это там не фигура речи, поэтому, да, судя по тому, что они рассказывают, ситуация очень тяжелая для них наступает. Ну, да, я согласен, что у людей так долго подогревали эти ожидания, вот все минувшие годы, что все уже, как ты говоришь, волки-волки, значит, уже просто не слушают, как говорят, когда у них закончатся деньги, но что меня беспокоит, действительно, это, ладно, там реакция публики, мы все знаем с тобой про все эти эмоциональные качели, но меня беспокоит то, что я слышу у западных полиси-мейкеров, то есть, они вот, начинается вот этот момент такой, что, типа, прямо у Украины все плохо, сейчас еще Путин подвезет себе северокорейских солдат, там, и так далее, поэтому вот эти цифры, я стараюсь все делать возможное, чтобы они их видели, да, что, там, продержаться еще какое-то время, увеличить помощь Украине, это все окупается, то есть, это имеет прямые последствия, поэтому, мне кажется, вот эти цифры важные, но я вижу и резонанс тоже, да, что отклик на них тоже есть, поэтому, там, типа, будем надеяться, что этот пессимизм, он временный и не возобладает. А чтобы не пропустить новые сводки с Владимиром Миловым и вообще видео на этом канале, когда YouTube окончательно заблокируют или когда замедлять его станут активнее, покупайте MVPN. MVPN – это MVPN, который делаю я вместе со своей командой технической, мы делаем MVPN, который действительно обходит все блокировки, быстрый YouTube, никаких блокировок Дискорда, все вам будет доступно, независимо от того, как глубоко вы в теме VPN-ов. Наша поддержка поможет вам, неважно, сколько вам лет, встречались ли вы с MVPN когда-нибудь или еще что-нибудь, всем поможем, покупайте MVPN, ссылка в описании, можно с российских карт, можно с зарубежных, и устанавливайте его, обходите любые ограничения, в какой бы стране вы ни находились. Покупая MVPN, также, напомню, вы помогаете этому каналу, и он может дальше выпускать видео. Ссылки в описании, а мы продолжаем. Теперь переходим к инфляции. Следующая неделя, как я сказал, у нас уже супер боевая, да, на минувшей неделе инфляция все равно оставалась высокой, хотя она была 0,12% недельный уровень, чуть ниже предыдущих, когда было 0,14-0,19, но если вспомнить вот прошлые месяцы, это все равно высокий уровень инфляции, сильно выше нуля, вот именно на недельном уровне, и я что-то вспомнил, что мы давно не делали с тобой таких табличек по продуктам, насколько выросли цены с начала года, вот видно, значит, там вот некоторые изменения произошли с лета, помнишь, там какие-то были бешеные цены на картошку, капусту на 80-90%, это стало пониже, то есть там какое-то сезонное удешевление было в августе, но не таких сильных масштабов, то есть видно, что картошка все равно подорожала с начала года в полтора раза, но с другой стороны подтянулось все остальное, вот это мясо, масло, молоко, коммуналка, хлеб, то есть видно, что уже двузначная инфляция, даже по официальным цифрам, на все эти базовые товары, которые люди видят в магазинах, и она не спадает по потребительским ценам, вот свежие данные на неделю опубликовал Рамир, тоже наш совет всем зрителям, читайте первоисточники, мы здесь с Майком даем как бы общую картину, но вы все эти сайты можете в закладки положить, и туда на них ходить смотреть, вот Рамир дает ежемесячную цифру реальной потребительской инфляции FMCG, Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса, 22% опять в сентябре, это в годовом выражении к сентябрю прошлого года, вот я всегда всем говорю, когда вы спрашиваете, а вот есть Росстатовская инфляция, а сколько настоящая, вот на мой взгляд наиболее близко к оценке настоящей инфляции, это цифра Рамира, то есть она где-то по потребительским ценам 22%, и вот ЦБ публикует регулярный такой информационно-аналитический сборник динамик и потребительских цен, рост цен сохраняется на высоком уровне, то есть ЦБ опять в официальных своих материалах говорит, что он не видит никакого снижения инфляции, признавая, в общем-то, что вся вот эта вот кавалерийская политика высоких ставок, она пока не привела никакому результату, в общем, у них получается, что на следующей неделе у них не остается никакой другой опции, кроме как повысить ставку резко, то есть вот почему рынок говорит, что типа, то есть какой-то сигнал послать, типа с 19 до прям вот 25, да? Веришь в это, что это произойдет? Они же, ну, все же против них вот эти ставки скажут, что они агенты Запада и вообще все обосрали, и вообще поставят на Биулину, нет? А ты знаешь, вот, да, я думаю, что, во-первых, скажу, что агенты Запада, и у Набиулиной в ближайшее время, скорее всего, печальная перспектива, потому что ее эта политика никуда не ведет, да? Но я думаю, что у них нет другого варианта, то есть, окей, давай, значит, прогнозы, так прогнозы, Майк меня разводит, да, на прогнозы. Я думаю, что минимум 3 базовых пункта, то есть вот сейчас ставка 19, я думаю, что 22 минимум, может и больше они сделают. Знаешь почему? Потому что, еще раз, вот эта тема, что по одному процентику идти, ну... Это никогда не сюда, да, то есть тут либо идти all in, либо отказываться вообще и возвращать ставку каким-то, я не знаю, 10-12%. Поэтому я думаю, что повышение ставки будет сильно выше, чем 1%, скорее всего, процент на... То есть на 3, то есть 22 они сделают, может они сделают 25, но вот, как говорится, посмотрим, будем наблюдать за этим. Вот, на этом фоне все... То есть все эти ставки к снижению инфляции не ведут, но одна из штук, которым они ведут, это рекордные доходности по ОФЗ, просто на минувшей неделе был прям такой урожай-урожай. То есть по длинным ОФЗ впервые в истории она превысила 17%, 17,01 составила, и они разместили еще пятилетки с погашением в 29-м году в 18,42%. Ну, пипец. То есть это... Вот, в принципе, я составлю табличку, у каких стран гособлигации торгуются с такими доходностями. Там такой хороший список, прям вот весь такой, знаешь, как этот... Надо... У них есть там форумы всякого БРИКСа, там, Шанхайской Организации Сотрудничества, надо им собрать какой-то прям такой отстойный третий мир с доходностями гособлигаций под двадцаточку, да? Вот, в общем, вот смотри, вот эта история ключевая в том смысле, что где Путину искать деньги, потому что он занять-то может, то есть деньги на рынке есть, которые могут ему дать. На дорого. Рынок прям не хочет давать дешево, а это вот... Ты видишь, что условно говоря, такие доходности, это минимум по триллиону в год дополнительных расходов, на самом деле больше реально, да? Потому что чем... Они же растут каждую неделю, то есть видно, что вот... Мы с тобой еще обсуждали, типа, 15-16 процентов летом, это типа много было, да? Вот это уже сейчас, да? То есть, знаешь, вот тоже мне там говорят, там, когда же вот этот весь кризис наступит? Вот, типа, доходность ГКО, тогда вот в 97-м году, за год до дефолта, она была 17 с лишним процентов. И тогда очень многие говорили, что да нет, никакого кризиса там не будет, это все такое. Но вот по вот этой кривой роста, ну, прям видно, что ситуация такая для них очень сложная. И еще одно из последствий вот этой политики высоких ставок, которая пока не справилась с инфляцией, но она ведет к замедлению экономики, вот оно продолжается, вот коммерсант пишет о том, что такой говорящий заголовок экономика России тормозит, все опережающие индикаторы прокси ВВП, так называемые, они указывают на то, что охлаждение по всем позициям продолжается. И вот ЦБ опубликовал два важных обзора на минувшей неделе. Первый из них, это о чем говорят тренды, где он говорит, что, собственно, продолжается все вот это охлаждение реальных экономических индикаторов, и как бы выхода из этой ситуации не видно. Второй обзор, мы сейчас к нему вернемся, там он более интересный по другой теме, по кадровой и кадровому голоду, там новый рекорд в кадровом голоде, но сейчас не об этом пока, а то, что у ЦБ там есть такой, так называемый индикатор бизнес-климата, который резко ушел в минусе в сентябре, но вот сейчас, первые две недели октября, он показал небольшой плюс, чему они очень радуются, типа, видите, у нас вот деловая активность как-то восстанавливается. Но на самом деле, если там вот прочитать текст этого доклада, то видно, что в принципе это более или менее все колебания вокруг сентябрьских значений, так что видно вот тоже на графике, что индикатор бизнес-климата ЦБ, он сильно ниже предыдущих месяцев, так что никакого улучшения нет там, и замедление экономики, оно реально вот как продолжалось последние недели и месяцы, так и остается, да. Вот, и ключевая история из вот этого там ежеквартальных данных Центробанка, которые они дают в обзоре и мониторинг предприятий, обеспеченность кадрами. Новый исторический рекорд поставлен, можно, там они, знаешь, они, это поскольку опросная штука, то есть там нет как бы цифр в конкретных, там сколько там вакантных позиций, но мы можем, в принципе, я думаю, что я сделаю такой обзорчик, мы можем на основе прошлых индексов, то есть они дают некий индекс, индекс это цифра по опросу предприятий, а опрашивают они много, типа 14-15 тысяч предприятий у них участвуют в опросе, да, минус, минус 33,6, вот этот индикатор, вот можно на графике посмотреть, просто кривая летит в пропасть, это называется, да, и вот следующий график, это те отрасли, где наиболее острый дефицит кадров, парадоксальным, смешным даже, я бы сказал, образом, отрасли с наихудшим индексом обеспеченности кадрами, это обрабатывающие промышленности, прежде всего, та самая, которая производит вот военную продукцию, там дефицит кадров очень сильный, коммуналка, вот отдельно водоснабжение, привет, значит, зиме и теплотрассам, там просто один из самых острых дефицитов кадров, именно вот почему-то в водоснабжении, даже из всей коммуналки, дальше, ну, что у нас, сельское хозяйство, логистика, все мужики уехали, да, все традиционные отрасли, которые, вот, считаются такими уязвимыми, из-за всей вот этой вот войнушки, да, я, знаешь, что интересно нашел, прикольную историю, я искал региональные новости, кстати, всем тоже рекомендую, как вот ты обзоры Z-каналов делаешь, потому что в региональных новостях дают гораздо более такую реалистичную картину, чем вот на этом макроуровне. Ну, там меньше надзор, да, меньше надзор, и там, знаешь, ну, когда завод встал, ну, все вот видят, да, так вот, сайт Дальневосточный публикует данные со ссылкой на обзор главного управления Центробанка, теруправления в Дальневосточном округе, да, и вот они пишут, что у предприятий просто пипец какая, во-первых, блокада с экспортно-импортными расчетами, то есть те же рыбники просто не могут получить денег из Китая за экспорт рыбы, но самая жопа у них с дефицитом кадров, и вот, например, рыбообрабатывающие предприятия были вынуждены остановить крупный рыбоперерабатывающий завод просто из-за нехватки работников на Дальнем Востоке. Вот такая вот ситуация, так что скоро, скоро по всей стране. Я думаю, мобилизации не хватает для полного счастья. Вот, а видишь, кстати, сколько разговоров было, да, что в ответ на Курскую область сейчас Путин объявит мобилизацию, а нету, и как бы ничего к ней не идет, да, то есть вот видно, что, по-моему, мне кажется, вывод здесь очевидный, что объявление новой мобилизации в Кремле пока решили, ну, прям вот, ну, сильно отложить, и оно на повестке дня его нет. Вот ровно по этим всем. А была публикация, что военные много раз спросили, а Путин раз, много раз говорил, нет, 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 нет. Да, потому что я как раз думаю, что ему нашептывают вот эти все наиболее влиятельные гранды российской монопольной экономики, да, и тот же Чемезов. Я, кстати, вот свежее видео про него снял, можем тоже потом как-то это обсудить. Я, в принципе, считаю Чемезова с Мантуровым сейчас наиболее влиятельными людьми, потому что у них самый большой растущий бюджет, да, они сидят на самой горячей для Путина тематике, да, и видно, что на самом деле они максимально политически активные, в каждой бочке затычка. Того же Дюмина, которого, помнишь, много раз обсуждали как преемника. Да это, слушай, вообще этот Дюмин, мне кажется, какой-то большой обман, блин, потому что я сколько лет слышу, что это уже новый министр обороны, новый президент, новый кто угодно, а он как болтался хер пойми где, так и болтается хер пойми где, честно говоря. На самом деле его Чемезов к себе взял в коллекцию, в наблюдательный совет Ростеха, да, Дюмин вошел в антураж Чемезова, то есть он теперь в совете директоров у Чемезова сидит. Но обещали его в антураж Путина, а он вошел в антураж Чемезова. А вот, ты знаешь, неизвестно, что лучше в нынешней системе, да. То, кто дольше проживет. Да, что Чемезов прям, ну он лоснится вообще от денег, влияния от собственного величия там и так далее. Ну вот, короче говоря, у меня такое ощущение, что вот эти люди, которые заправляют там ключевыми экономическими активами, они, возможно, важнее сейчас их голос по кадровому голоду, чем голос военных. То есть пока явно, что военные проигрывают в плане мобилизации. Вот, что еще? Традиционная история с бензином продолжает. Вот, видишь, они сдерживают цены на основной, самый распространенный бензин 95-й, и он всего на 7% с начала года вырос. Это считается типа мало. Но снова на 30 копеек за литр вырос на неделе 98-й. Опять вот мне скажут, что там его не очень много в России продается. Это верно. Но вот такой разрыв в ценах между 95-м и 98-м говорит о том, у нас очень много засекретили данных по бензину, но вот это косвенное свидетельство, что у них большая проблема с производством бензинов высокооктановых, да, и пока они не могут починить в том числе и то оборудование, которое было повреждено украинскими беспилотниками. Еще раз повторю, что убежден, что это скоро вылезет в виде роста цен уже и на 95-й бензин, потому что долго нефтяники сдерживать их не смогут. Важная для России новость. Было много прям плохих новостей. Я думаю, ты тоже слышал на минувшей неделе про замедление китайской экономики. То есть у них ВВП в третьем квартале был 4,6%. Это самый низкий за постпандемийное время. И ты знаешь, что они поставили цель Компартии Китая в 5% на этот год, но у них идет там постоянное замедление, да, то есть в втором квартале был ниже 5%, а сейчас вообще 4,6%. И видно по данным, например, по экспорту и импорту, по внутреннему спросу, что у Китая там реально ситуация экономическая никак не улучшается, хотя они объявляли какие-то стимулирующие меры там, но такие... У тебя же краткосрочно что-то было, я помню, всплеск какой-то был. Всплеск, да. Но они, опять же, они боятся выкинуть триллионы долларов в экономику, как это делали Штаты и Европа, потому что у них высокий совокупный долг. Если считать долг не только центрального правительства, но и регионов там, бизнеса, домохозяйств, у них выше вот этот общий долг Китая, чем у Соединенных Штатов. То есть нам все говорят про там госдолг США, но в США именно госдолг высокий, а так у них где-то 250% ВВП, это общий долг государственного и частного сектора, а в Китае 300%. И вот из-за этого у них центральное правительство остается единственным таким островком стабильности, которое не хочет набирать дополнительно высокую долговую нагрузку. Поэтому стимулы там ограниченные, как мы видим экономике, они не сильно помогают. Я подчеркну, что еще раз, почему для нас это важно, потому что Россия на Китай сделала основную ставку сегодня, как на и рынок, там и источник товаров по импорту. Чем больше проблем в Китае, тем меньше мы сможем продавать свои товары по экспорту, тем меньше мы сможем от них получать, и тем дороже будут цены на все китайское. Поэтому вот замедление Китая для Путина играет огромную такую роль. Про нефть. Как мы видим, она откатилась опять в район 73-74 долларов за баррель. Мы все ждем. Я думаю, что будет какой-то удар Израиля по Ирану. Вот посмотрим, что это будет. Но видно, что ожидания рынка, они вот ровно на этом успокоились, что Израиль по Ирану не бьет. Значит, нефть откатывается туда, где и положено быть, ближе к 70 баксам за баррель Брента. А скорее всего, там какое-то продолжение движухи геополитически будет. Но вот что мы на этих цифрах видим, что фундаментально у нефти нет никаких оснований дорожать. Что как только ослабевает между Израилем и Ираном напряжение, она сразу откатывается обратно вниз. В общем-то, примерно так, как я и объяснял. Так что в этом плане, вот на тот самый 25-й год прогноз для Путина не очень. Пока нефтяные цены не получаются вернуть ни к каким-то таким высоким значениям. Вот, и все продолжают говорить про то, что происходит с рублем. Всякие панические заголовки, оценки там по дальнейшему ослаблению рубля. Удивляться тут нечему. Все это очень естественно. И вот уже звучат цифры, что мы можем увидеть скоро 110 рублей за доллар. Знаешь, я хотел бы здесь вот что сказать. Что я повторю, что вот это ослабление рубля, оно является скорее следствием вот всей общей, тяжелой, плохой экономической ситуации, которую мы видим, чем каким-то конкретной закулисной игрой. Потому что я вижу, очень многие комментаторы говорят, а вот типа власти выгодно ослаблять рубль, потому что так приходит больше рублей в бюджет. Да как бы с одной стороны да, но с другой стороны, во-первых, у них главная проблема это инфляция, с которой они никак не могут справиться, и ради нее там идут на всякие тяжкие. Но понятное дело, что ослабление рубля очень сильно ударит по удорожанию импортных товаров и в инфляцию внесет серьезный вклад. Вот это, кстати, ослабление рубля, это очень несвоевременно для АЦБ, потому что это быстро транслируется в рост цен на импортные товары и инфляцию еще подстегнет. Так что я считаю, что вот это ослабление рубля, это не какая-то закулисная игра, это то, что экономика, ну, не выдерживает. Вот она потихонечку так настолько просаживается, все в нее не верят, верят в высокие ставки, но не верят в погашение инфляции и в высокий рост, да. Вот из-за этого, собственно говоря, рубль ослабляется, я уверен, что этот тренд продолжится. Последнее, что я хотел сказать, это про недвижимость, очень резкий рост, вот большая статья была на РБК недвижимости, очень резкий рост объемов нераспроданного жилья с момента окончания программы льготной ипотеки в июле. Прям видно, что они такую табличку дают по федеральным округам, видно, что по всем округам идет прям большой рост объемов непроданных новостроек, там, типа, в Дальневосточном, там вообще он чемпион по этим цифрам, но и все остальные регионы тоже подтягиваются. Пока что какого-то масштабного снижения цен на жилье мы не видим, но еще раз подчеркну, механика здесь такая, что вот этот навес, он жить долго не может, потому что они все это строили на банковские кредиты, им надо с банками расплачиваться, чтобы расплачиваться, им надо жилье продавать, чтобы его продавать, если оно сейчас не продается, им придется снижать цены, вот как ты ни крути, кто не верит, может почитать учебник по экономике, там все это описано. Вот такая вот примерная картина, и, конечно, самая интересная неделя будет следующая. Ждем, ждем, да. Пейзаж после битвы, все вам покажем, разложим, так что скоро с вами увидимся через недельку и обсудим, что там решил Центробанк. И как скоро посадят на Беуину. Спасибо тебе большое, и до скорой встречи, всего доброго, пока. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok